Сегодня я прочту вам одно из самых замечательных мест из Слова Божьего. Оно находится в первом послании Иоанна, в первой главе, восьмом и девятом стихах. Если у вас там есть под рукой Библии, то откройте, и мы вместе прочтем эти замечательные стихи. Я читаю. Там написано так. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это место говорит нам о всем том, что нужно знать каждому грешнику. Более просто и ясно высказать эту истину, пожалуй, и нельзя. Факт, что человек согрешил и потому виновен перед Богом, и что Бог на определенные условия готов простить грешника, и есть та истина, изложена перед нами. Ни одна душа не может избегнуть факта греха. Каждый из нас унаследовал грех, и потому он действителен в нас. Поэтому текст наш говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но, возлюбленные, с другой стороны, также действителен и тот факт, что Бог готов простить и очистить исповедующего свои грехи Ему. Может быть, некоторые мои слушатели удивлятся, почему говорим мы так просто и всегда подчеркиваем спасение. Это мы делаем, потому что желание нашего сердца достичь, во-первых, неверующих, которые еще не отдались Господу, а тех, которые отдались Ему, утвердить в том спасении, которое они получили через Иисуса Христа. Остановимся сначала на первой мысли нашего текста. Там написано, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Можно ли вообще представить таких людей, которые могли бы сказать, что они не имеют греха? Но если так говорит Библия, то, значит, есть такие люди. Вспомним хотя бы фарисея, о котором Христос рассказал в своей знаменитой притче о мытере и фарисее. Вы можете возразить, что ведь это притча, но имейте в виду, что Христос никогда не рассказывал в своих притчах небылицы. Его притчи взяты из действительной жизни. Например, сеятель, виноградные лоза, блудный сын, заблудшие овца и так далее. Это все из жизни. В этой притче фарисей в своей молитве рассказывает Богу о том, какой он хороший, что он совсем иной, чем прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как тот мытарь, который стоял в то время у дверей храма, на которого обвиняющий фарисей указывал своим пальцем. Дорогие друзья, будем всегда помнить, что всякий раз, когда мы указываем обвиняющим пальцем на другого, то, посмотрите, три показывает в нашу сторону, на нас самих. Заметили вы это когда-нибудь? Затем фарисей пересчитал Богу все свои добрые дела, которые он совершает, говоря, я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю, и так далее. Как часто мы встречаем подобных людей, которые всегда хотят вас убедить, что они такие хорошие? Уверенность его, говорится в книге Иове, как дом паука, подобно как паутина, который плетет паук из своего тела, сметается одним размахом метлы, так и все добрые дела, изделия грешника, которыми соткал он себе праведность свою. Не могут быть они принятыми святым Богом. Бог говорит, что все наши добрые дела, как запачканная одежда. Грешнику нужна лучшая праведность, чем его собственная, если он желает унаследовать Царствие Божие. В этой же главе написано об одном юноше, который пришел ко Христу с вопросом, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Христос говорит ему, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Допустим, что оно так, что он никогда не крал, всегда почитал своих родителей, не прелюбодействовал, никого не убивал и не лжесвидетельствовал. Все же Христос нашел в нем один недостаток, один грех. Он поклонялся Богу Мамону и приносил свои жертвоприношения на его алтарь. Богатство его губило. Слово Божие говорит, что все мы согрешили и все мы лишены славы Божией. Да, Бога обмануть никто не может. Он знает все о нас, абсолютно все. Вся трагедия заключается в том, что такие люди обманывают не Бога, а самих себя. Так говорит наш текст. Слово Божие говорит, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Возлюбленный слушатель, напрасно ты скрываешь грех свой. Рано или поздно он будет скрыт Богом. И для того, чтобы твой грех не был бы скрыт, ты должен покаяться, исповедовать свой грех и получить прощение и очищение твоих грехов. Только в таком случае, когда кровь Христа покроет их, только тогда они будут скрыты. Давид думал утаить свой грех – убийство Урии. И потом грех блуда, который он совершил женой Урии, Версавии, когда он взял ее в качестве жены своей. Но, увы, настал момент, когда все государство Давида узнало об этом гнусном грехе. Даже больше, чем его государство. Весь мир знает, потому что читаем об этом случае в наших Библиях. Зная это, что человек грешен, что нет праведного, нет ни одного, мы можем теперь сказать словами Иова, «Правда знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом?» Помните, Иов это спросил, но как оправдается человек перед Богом? На этот вопрос нам отвечает наш текст. Если исповедуем грехи наши, то Он, слава Господу, простит нам и очистит нас от всякого греха. Кто-то сказал, что самыми трудными словами являются эти два слова «Я согрешил». Эти слова трудно сказать от сердца. Уста, конечно, могут произнести эти слова. Но я говорю, что их трудно произнести от глубины нашего сердца. Библия дает нам примеры таких неискренных исповеданий или повторений этих слов. Вы припомните, когда Моисей и Арон пришли к фараону и потребовали от имени Господа отпустить народ израильский в пустыню для совершения жертвоприношения Господу. Фараон ответил им «Кто такой Господь, чтобы я послушался Его? Я сам, мол, Бог». Когда же начались эти ужасные египетские казни, то Он призвал Арона и Моисея и сказал им, чтобы они помолились бы за Него. Дальнейшая история, однако, египетских казней показала, что фараон не был искренен, произнося эти слова, а потому и погиб в пучине морской со всеми колесницами и воинскими доспехами. Однако Библия дает нам примеры искреннего исповедания. Когда Нафан пришел к Давиду обличить его о грехе, Давид в глубокой скорби своего сердца исповедал свой грех, говоря, «Согрешил я перед Богом, перед Господом». И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой». Вы заметили? «И Господь снял с тебя грех твой». Но если вы прочтете немножко дальше, то увидите, что Давид должен был понести все же такие наказания за этот грех. Это касается детей Божьих. Это когда верующий человек согрешает. Господь не отнимает от него спасение, но он его дисциплинирует, наказывает. Он, если можно так выразиться, помещается в исправительный лагерь для того, чтобы он научился не грешить. Так учит Слово Божие. Бог применяет разного сорта наказания. Апостол Павел говорит в послании к Оринфинам о тех, которые недостойно участвуют при столе Господнем. Оттого, пишет он, многие из вас немощны и больны и немало умирает. Значит, слабость, болезнь и смерть – это три способа, которых Бог употребляет для того, чтобы вразумить чадо свое, который согрешает. Далее в нашем тексте следует чудное обетование. Это для тебя, мой дорогой друг. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Таким образом, если мы исповедуем грехи наши, то он, ввиду своей праведности и верности своим обетованиям, простит нам все грехи наши. Апостол Петр, будучи в доме Корнили, сказал о нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его. Людям трудно представить, что они могут, еще будучи на земле, иметь полную и абсолютную уверенность, что их грехи прощены. Человек до тех пор не может иметь этой уверенности, пока Дух Святой ему не откроет, на каком основании Господь прощает грехи. Некоторые думают, что человек может быть прощен, потому что он сделал добрые дела, или что он вымолил это прощение. Совершенно нет. Прощение грехов человек не может заслужить никакими делами, а также и не может вымолить, или, как говорят, замолить свои грехи. Это невозможно. Каждый грешник должен убедиться, подобно как царь Давид убедился, что грех его был против Бога. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавые перед очами твоими сделал так, что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Поэтому ни один человек не может исправить свой грех, ибо согрешил он против Бога. Но благодарению Богу вовек, что по великой милости своей он усмотрел основание, на котором он нашел возможным, прощение для тебя и для меня. И тогда будет известно вам, мужи и братья, что ради его возвещается вам прощение грехов. Единственное основание, на котором Бог может простить нас, это крест Христовый и ничто иное. Прощение, которое так легко доступно нам, стоило Богу смерти сына своего на Голгофе. Прощение – это чудо божественной благодати. Бог не может и не мог простить грешника, который является преступником божественного закона, одновременно этим актом уничтожая значение своего собственного правосудия. Но Бог так возлюбил грешника, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Это и значит, что ради его возвещается нам прощение грехов. И тот, который теперь возлагает свое упование на заслуги Иисуса Христа, получает прощение грехов и жизнь вечную. Значит, ради него, ради заслуг Христа, ради того, что Христос вместо меня понес наказание, я получаю освобождение от вины за мой грех. Разве, дорогие друзья, это не чудно? Голгофская жертва Христа настолько сильна по своему удовлетворению, правосудию Божию, что Слово Божие говорит, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконие их не вспомину более. А там, где прощение грехов, там не нужно более приношение за них. Представьте себе такую картину, что один из вождей одного из современных государств, проходя по площади, увидел совершающуюся казнь большого преступника. Он подходит к палачу и говорит ему, освободите этого человека, я беру его место, казните меня за него. О таких подвигах мы не слышим сегодня. И если кто из правителей земных государств сделал бы подобное, то не думаете ли вы, что это считалось бы величайшим мировым событием? Да, мир бы прославил память такого человека. А ведь Иисус Христос сделал это. И безмерно больше того для тех, которые были не только разбойниками, но и сынами гнева, враги Божьи, противодействующие Его закону. Нас Он помиловал, за нас Он принял на Себя достойное нам наказание. Разве это не благодать? Чтобы нас, как говорит апостол Павел, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными перед Собою. Благодарение Ему вовек. Прощение означает не только, что я спасен от вечного ада и сделан пригодным для неба. Прощение значит, что я перерожден в новые отношения с Богом через Иисуса Христа. Чудо искупления заключается в том, что Бог дал мне новую жизнь, сотворил меня новую тварью во Христе Иисусе. Прощение не значит, что Бог просто простил и забыл все мои грехи. И это все. Он и это сделал, но, простив меня, преобразовал благодарение Ему. Мой дорогой радиослушатель, прощены ли твои грехи? Ты спрашиваешь, как же я могу так определенно сказать? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово Божие является первым свидетелем. Оно есть «да» и «аминь». Если мы не верим Слову Божию, то делаем Бога лживым. Но есть и другой свидетель. Плод прощенного человека. Новая жизнь. Древнее прошло, теперь все новое. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Однако же спасенная душа проявляет добрые дела, как плод нового создания. А ведь по плодам мы их узнаем. Прощен ли ты, мой друг? Исповедовал ли ты твои грехи Богу? Ты можешь это сделать сейчас, там, не отходя от твоего приемника. Склони свою голову и скажи, Господи, будь милостив ко мне грешному. Прости мои грехи ради Иисуса Христа. И, мой друг, на основании нашего текста, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Субтитры создавал DimaTorzok